А не могли бы Вы пояснить, почему среди потенциально возможных хороших миров не может быть наилучшего? Или так, почему невозможно создать наилучший из возможных миров? Ведь многие думают именно так, все, что Бог творит, совершенное и лучшее. Отличный вопрос. Интересный и, в общем, применительно к частным аспектам. Для того, чтобы ответить на него, целесообразно, думаю, повторить, образно выражаясь, основные правила и основные принципы нашей с вами игры. Почему сотворенный Богом мир нельзя назвать лучшим из возможных? Сторонника модифицированного рационализма может быть, а может и не быть ответа на этот вопрос. Но, знаете, когда речь идет о проблеме зла, никакого значения это не имеет. Как же так, скажете Вы, получается, что Вы либо вообще отказываетесь отвечать, либо в ответ просто отвергаете мой вопрос? Да, отвергаю. И вот по какой причине. Проблема зла в ее логической форме касается непосредственно взглядов и убеждений богослова. А приверженец модифицированного рационализма не считает, что сотворенный Богом мир наилучший из возможных. Он вообще может сомневаться в том, что Бог способен создать лучший из возможных миров. Решение проблемы зла не требует от него объяснения, почему Бог не сотворил наилучший мир, или даже мир, который был бы лучше, чем тот, в котором мы с вами живем. В его миропонимании наш мир – один из хороших, потенциально возможных миров. Но тогда стороннику такого мнения следует пояснить, почему он так считает. Так вот, если в ответ на наши доводы человек скажет, «Ну, если бы я придерживался ваших богословских убеждений, такой ответ, возможно, прозвучал бы убедительно, но я с вами не соглашусь, пока вы не докажете мне, что наш мир – лучший из возможных». Если собеседник отреагирует так, поясните, что такой взгляд вашим богословским убеждениям как раз не соответствует. Он соответствует во зрениям Лейбница относительно Бога и его взаимосвязи с миром. Погодите, возразите вы. Но если Бог мог сотворить лучший мир, то почему этот вопрос можно отставить и в нём не разбираться? Да потому что проблема зла в своей логической форме касается фактических, а невозможных, в воззрении атеиста, его реальных убеждений. Видите ли, возражение атеиста заключается в том, что мы, атеисты, непоследовательны в своих взглядах, что эти взгляды именно те, которых мы реально придерживаемся друг другу, противоречат. Он не обвиняет нас в том, что у нас не те метафизические или этические представления. Нет. Возможно, он действительно так считает, но к проблеме зла в логической форме это никакого отношения не имеет. Здесь важно другое, а именно, насколько наши представления о Боге и его взаимосвязи с миром согласуются с фактом наличия в мире зла, не порождая противоречий в нашей системе убеждений. И, коль скоро речь идет о фактических убеждениях теиста, те взгляды, которые у него могли бы быть, в данном случае значения не имеют. Равно как не имеют значения осуждения атеиста, о Боге и зле, потому что критики подвергаются не они, а убеждения теиста. То есть, атеист не пытается доказать, что его мировоззрение отличается большей последовательностью. Он пытается показать, что мировоззрение теиста не может претендовать на истинность, поскольку оно внутренне противоречиво. А если это так, то зачем атеисту доказывать, что прав он? Зачем ему обосновывать свою систему взглядов на мир? Зачем анализировать какие-то отдельные доктрины, которых мы придерживаемся, если он способен показать, что наши убеждения, касающиеся Бога и наличия в мире зла, обнаруживают внутреннюю несогласованность. А это значит, что наше богословие в целом истинным быть не может. Оно несостоятельно. Так какой смысл опровергать мнение по частным вопросам, если система в целом не выдерживает критики? Так что вы, Виталий, задали очень хороший и правильный вопрос. Нам удобнее, не так ли, допустить возможность лучшего мира, где наличие зла на фоне существования Бога будет не столь значимой или незначимой вообще. Но такой мир Бог не сотворил, и наша задача состоит не в том, чтобы защитить Бога с той точки зрения, что Он мог бы сотворить другой мир, но просто не сотворил, а в том, чтобы показать, что Бог есть, несмотря на присутствие зла в мире, в действительном мире, в мире, в котором мы живем. мне также, как и вам, известна убежденность христиан в наступлении грядущего царства, а затем в вечности, где никакого места злу не будет вообще. Поэтому кто-то может сказать, ну, если таков в конечном итоге Божий замысел, почему бы его не осуществить, и тем самым не избавить нас от зла и страданий. На это можно ответить только одно. Попадем на небеса, спросим у Бога, почему все так, а не иначе. Он не открыл нам, почему вечности предшествует что-то еще. Впрочем, ответ на этот вопрос не влияет на то, насколько последовательна моя картина мира, насколько согласованы мои представления о нем. то обстоятельство, что Бог в конце концов осуществит свое царство, и оно будет длиться вечно, никоим образом не объясняет, каков наш мир, добрый он или злой, хороший или плохой. Мы оцениваем его, исходя из того, что в этом мире есть зло, и на основании нашей способности объяснить, почему Бог его допускает. Допустим, вы предлагаете такой ответ. Да, объяснить, обосновать присутствие зла, опираясь на реалии нынешнего, актуально существующего мира, я не могу. Ну, в конечном счете все будет прекрасно, так что временные страдания того стоят. Такой ответ, поверьте, собеседника не устроит. Знаете почему? Помимо всего прочего, вот по какой причине атеист скажет, если в перспективе всех нас ждет вечность, где все и всегда будет в порядке, а Бог при этом действительно все благ и всемогущ, то почему он не откажется от этого мира и не установит вечное царство с самого начала? Ну, наверное, ответите вы, и нам прежде надлежит прожить земную жизнь в биологическом теле, потом умереть, воскреснуть и существовать вечно уже в новом теле. Да, в нашем мире Бог все именно так и установил, но если он всемогущ, почему он не создал этот мир в уже прославленном состоянии? Если в конце концов к этому состоянию я приду, почему с него не начать? почему не избавить меня и вас от всяких неприятностей, с которыми мы сталкиваемся в этом мире? Подчеркну, вам не нужно доказывать, что наш мир наилучший или лучше, чем какой-то другой хороший мир. доказывать кому? Приверженцу модифицированного рационализма. Если бы вы придерживались позиции Лейбница, это было бы другое дело. Лейбниц считал, что такое понятие, как «лучший из возможных миров», существует. Но не спешите радоваться. Под лучшим из возможных миров Лейбниц понимает мир лучший не в нравственном смысле, а в метафизическом. Что это значит? Это значит, что сотворенный Богом мир содержит в себе огромное разнообразие и количество возможных элементов. Как это связано с моралью? В традиционном понимании морали никак. Лейбниц понимание добра и зла зависит от и строится на основании количества элементов бытия и разнообразия всевозможных предметов, существ, явлений в мире. Для него чем больше это количество и разнообразие, тем нравственнее мир. «Но ведь мы нравственность понимаем иначе, возразите вы?» «Да, я знаю. Именно поэтому Лейбница свое богословие, и возможно никто из нас с ним не согласится и не станет его приверженцем. Но значит ли это с другой стороны, что ответ Лейбница на проблему зла несостоятелем? Нет, не значит. Почему я так считаю? Потому что имея дело с проблемой зла в ее логической форме, мы рассматриваем взгляды, которых теист придерживается непосредственно и подвергаем их проверке на предмет внутренней согласованности. Именно внутренней. То есть нас не интересует, противоречит ли воззрение атеиста воззрением атеиста. Естественно противоречат. Именно поэтому один теист, а другой атеист. Что тут вообще выяснять? Интересно другое. Способны ли вы, как теист, придерживающийся определенного мировоззрения, определенных взглядов в отношении Бога, зла и всего остального объяснить, почему наличие в мире зла может сочетаться с идеей Бога Всеблагого и Всемогущего? Лейбниц с одной стороны и сторонник модифицированного рационализма с другой предлагают совершенно разные объяснения. Я не рассматривал ни ответ Лейбница, ни ответ сторонников учения теономии, поскольку это две разные богословские системы и я не знаю много ли среди вас тех, кто стоит именно на этих позициях. С другой стороны, я убежден, что большая часть нашей аудитории придерживается той или иной формы богословия, основанного на принципах модифицированного рационализма. поэтому я представляю вам две из этих богословских систем, которые, на мой взгляд, будут, если не полностью отражать ваши убеждения, то как минимум окажутся вам близки. А как же остальные варианты, спросите вы? С ними тоже хотелось бы ознакомиться. Да, это возможно, но, как я уже говорил, в рамках другого курса, который называется «Проблема зла», и который целиком посвящен данной теме. В нем рассматриваются и теономия, и позиция Лейбница, и богословские системы разные, опирающиеся на принципы модифицированного рационализма. Здесь вы узнаете о логической форме проблемы зла, ее эвиденциальной форме, о нравственном и природном зле. В курсе также обсуждаются вопросы о количестве и силе зла, о его кажущейся бессмысленности и так далее. Если все перечисленное вызывает у вас интерес, и вы хотели бы посмотреть данный курс, поищите его на канале YouTube. Он уже доступен для просмотра и послужит прекрасным дополнением к настоящему курсу, в котором проблему зла я обозначаю лишь в общих чертах, не углубляясь в тему, а просто для того, чтобы вы увидели, как ее следует понимать и как на нее следует отвечать в целях защиты системы своих богословских взглядов. Виталий, вижу, что у вас есть еще один вопрос. Мне кажется, что в модифицированном рационализме наблюдается внутреннее противоречие в плане понимания лучшего из возможных миров. Вот как все выглядит. Если Бог может сотворить мир, в котором спасутся, скажем, 70% людей, возьмем произвольную цифру, то зачем ему создавать мир, где спасутся только 60%? Кроме того, какой мир считать хорошим, а какой и должен ли всеблагой Бог творить мир, в котором да, будет зло, но в котором при этом в процентном соотношении спасется максимальное количество людей. Когда вы имеете дело с логической формой любой из проблем зла, вы имеете дело с богословскими убеждениями внутри одной системы. Системы, в основе которых лежит модифицированный рационализм, включают в себя убеждения в том, что существуют добрые или хорошие и злые или плохие возможные миры. Понятия лучшие из возможных миров в них не существует. И если вы такое мнение не разделяете, это еще не значит, что данные богословские системы лишены внутренней последовательности. Это означает, что вы не приверженец модифицированного рационализма и придерживаетесь какой-то другой богословской позиции. Все, что выше говорилось о проблеме зла в ее логической форме, сводится к следующей главной претензии. Теист сам себе противоречит. Вы же можете поставить вопрос иначе. Допустим, сам себе он не противоречит, но вот только насколько его богословские взгляды соответствуют действительности, это еще надо установить. Возможно, но это уже выходит за рамки обсуждения логической формы проблемы зла. Ну, хотя бы в какой-то момент вопрос о соответствии действительности можно поставить? Да, безусловно, он более актуален для эвиденциальной формы проблемы зла, потому что здесь нас интересует уже не внутренняя согласованность чьих-то богословских взглядов, а наличие в объективном мире достаточных доказательств того, что существование в мире зла не исключает существование Всеблагого и Всемогущего Бога. Отчасти таким доказательством служит тот факт, что согласно модифицированному рационализму Бог сотворил хороший, а не лучший из возможных миров. Если по-вашему это неверно, то вы можете счесть данный факт свидетельством против существования Всеблагого Бога, и оно будет приниматься в расчет, если мы имеем дело с эвиденциальной формой проблемы зла. Вероятно, окончательный удар по-теизму оно не нанесет, но вот уместным по меньшей мере будет. Не будет, если обсуждение касается логической формы проблемы зла, которая предполагает анализ на предмет внутренней согласованности исключительно взгляда автеиста. Большое дело начинается с малого пожертвования и пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-seminary.com позвольте сказать еще несколько слов, так как вы затронули очень важные вопросы, не исключено, что те, кто нас слушает, до сих пор им задаются. Конечно, всех сторонников модифицированного рационализма я не опрашивал, хотя сам отношусь к их числу, но все же полагаю, что идею о том, что Бог создал лучший из возможных миров они отвергают, помимо всего прочего и потому, во всяком случае, это справедливо в отношении меня, что разобраться в том, что такое наилучшее из возможных миров крайне сложно. Как вы думаете, благодаря наличию какой характеристики или какого качества мир можно было бы признать наилучшим? кто-то скажет, отсутствие зла. Хорошо, какого зла? Возможно ли сотворить мир, хоть как-то похожий на наш, так, чтобы в нем вообще не было никакого зла? Видите ли, мир может быть наилучшим нравственно, наилучшим метафизически или в каком-то другом отношении? Если это лучший из возможных миров с моральной точки зрения, тогда вам как-то придется просчитать нравственную ценность каждого поступка, каждого действия. Вот вам ситуация. Допустим, вы перевели старушку через дорогу. Думаю, все согласятся, что с точки зрения нравственности вы совершили благое дело. А теперь скажите, сколько баллов набирает мир, в котором это благое дело вершится? Пять? А если оказывается, что вы, оказавшись рядом со старушкой, не помогли ей перебраться на другую сторону дороги, тогда баллы такому миру, видимо, придется не начислять, а отнимать? И сколько? А если так, вы не просто не помогаете старушке, а отталкиваете ее, стремясь пройти, это еще минус энное количество баллов. Но какое конкретно? Как подсчитать, что будет наилучше? если принять бальную систему с начислением баллов и их вычитанием, сколько баллов в совокупности должен набрать мир, чтобы его можно было признать наилучшим из возможных? Вероятно, вы ответите, что не знаете даже, как это определить, не говоря уже о том, чтобы прийти к единодушному мнению по этому вопросу. Правильно, теперь понимаете, почему идея наилучшего из возможных миров, хоть на первый взгляд и выглядит резонной, на поверку, таковой может не оказаться, если попытаться описать такой мир в конкретных параметрах. Вот поэтому сторонники модифицированного рационализма ее и отвергают. Но ведь есть и те, кто принимает, возразите вы, например, Лейбниц, он считает, что такой мир есть. Да, но он говорит о лучшем мире не в нравственном, а в метафизическом смысле. Что это значит? Это значит, что такой мир содержит наибольшее количество и разнообразие всевозможных вещей и явлений, то есть такой мир есть соединение величайшего многообразия с величайшим порядком. хорошо, как это установить, спросите вы? Мы ответим, что никак. Даже если собрать всех людей, живущих и когда-либо живших на земле и поинтересоваться, что они понимают под метафизически наилучшим миром, нам это тоже вряд ли удастся установить. Но не волнуйтесь и не бойтесь, призывает Лебнец, Бог обладает наивысшим разумом, поэтому все может подсчитать ему, в отличие от нас, это под силой, но и свои обязанности он, безусловно, должен выполнять. Одна из них как раз и заключается в том, чтобы создать лучший из возможных миров в метафизическом смысле. А благой Бог, я уверен, точно знает, какой из них лучший, и именно его сотворит. Так что не сомневайтесь, если Бог создал наш мир, значит, он лучший из возможных. Почему я так уверен? Потому что знаю, что Бог может и определить, какой мир будет наилучшим и сотворить его, ведь он все благ и всемогущий. Поэтому не сомневайтесь и не страшитесь, мы действительно живем в лучшем из возможных миров. Смотрите, совершенно очевидно, что если мы определяем добро и зло с точки зрения метафизики, а не морали в привычном для нас понимании, мы исходим из совершенно иного представления о Боге, его отношении с миром и природой зла. Я же сосредоточиваю внимание на богословских системах, основанных на модифицированном рационализме в противовес каким-либо другим, поскольку, на мой взгляд, они наиболее ярко отражают убеждения многих, если не большинства христиан, касательно отношений между Богом и миром, и поскольку их этика также характерна для большинства христиан. Пожалуйста, еще вопросы или комментарии? Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова